Сегодня второй пленарный день на этой пленарной неделе и вопросов, как всегда, много. Сегодня в Государственной Думе выступит руководитель Центрального Банка, Реверса Кипзадовна Набиулина, она выступит с докладом о единой государственной кредитно-денежной политике на 2021 год и на два последующих года. Сразу хочу сказать, что наша фракция по подготовленному проекту постановлений будет голосовать против. Мы недовольны работой Центрального Банка. В чем наше недовольство? Как вы знаете, правильное решение, это мы одобряли, ключевая ставка снижена, рекордная позиция за все последние годы 4,25, это замечательно. Но почему же ни один банк не снизил процент по своим кредитам? Они берут у Центрального Банка деньги под такой процент и ни один не снизил. Никто спрашивается, с какого перепуга и зачем тогда снижать ключевую ставку. Мы же хотим, чтобы экономика развивалась, чтобы предприятия получали льготные кредиты, граждане брали льготные кредиты. Нет, ничего этого нет. А почему нет? А потому что такое ощущение, что Центральный Банк руководствуется только главной идеей, прибылью банков. За этот год, год тяжелой пандемии, наши банки заработали прибыль в 1,3 трлн рублей. Кстати, обратите внимание, ровно на такую сумму, 1,3 трлн убытки у наших производств. Конечно, это совпадение. Это реальное совпадение, но очень символическое совпадение. Вот вся промышленность рухнула на 1,3 трлн, а банки у нас заработали. Красиво живут. И почему-то беспокоится именно Центральный Банк о банковской системе, о банках, но не о гражданах и, самое главное, не о нашей экономике. Смотрите, что у нас происходит с обманутыми вкладчиками. 3 июля на встрече с президентом говорили об этом, и 20 июля было дано поручение. Ничего не выполнено. Те вкладчики банка Югра, сколько раз и Гартунг обращался, и я обращался, ничего не решается, ничего не делается. Банковский роминг, его отмена, мы добивались и добились. Ура! А что делают банки? Они еще разумняются, тут же вводят новые цены на какие-то свои дополнительные услуги. Получается, что многие банки сегодня еще больше зарабатывают, чем до отмены банковского роминга. Что делает Центральный банк? Спит. Наша инициатива давнишняя о необходимости ликвидировать микрофинансовые организации. Что мы слышим от руководителя Центрального банка? О ее этого нельзя делать, все уйдут в тень. До нас Центральный банк давным-давно находится в тени Международного валютного фонда и выполняет все их инструкции, вместо того, чтобы думать о суверенитете кредитно-денежном нашей страны и заботиться о нашей экономике. Поэтому двойку мы ставим в Центральную банку и сегодня, как я уже сказал, фракция против России будет голосовать категорически против. Но сегодня в повестке дня есть очень важный и интересный вопрос. Прежде всего, это второе чтение внесения изменений в закон о трудовом кодексе. И здесь действительно жизнь заставляет внести в правила трудового кодекса дистанционную работу. Если мы категорически противники и дистанционки в образовании, потому что это ничему хорошему для нашего образования не приводит, здесь сама жизнь заставляет работников работать удаленно, но до сих пор это нигде никак не регламентировалось в трудовом кодексе. И вот наши коллеги и депутаты Государственной Думы из Единой России и члены Совета Федерации исправляют этот пробел правовой. И, конечно, наша фракция против России поддержит эти начинания. Что конкретно? Ну, во-первых, ворится само понятие дистанционной удаленной работы. И принципы такой работы, и порядок перехода на такую работу оговорится в коллективном договоре. Но в случае наступления чрезвычайной ситуации, это пожар, это землетрясение, это техногенные либо природные катастрофы, это пандемия, руководители предприятия могут перевести работника без его согласия на удаленную работу. Но при этом необходимо будет обеспечить соответствующими средствами связи или средствами, допустим, работы. В том числе, иногда работник может свои использовать, но тогда стоимость эксплуатации этих средств компенсируется работодателям. Это все правильно и вполне резонно прописывается. Самое главное, что в случае, когда возникает чрезвычайная ситуация, и работодатель собирается перевести работников на удаленку, не требуется согласие работника, потому что чрезвычайная ситуация на той чрезвычайной ситуации. И, как я уже сказал, наша фракция это предложение поддерживает. Уважаемые коллеги, сегодня день российского миротворца. И сегодня мы вспоминаем тех, кто выполняет свой долг, и сегодня в Карабахе исполняет свой долг, и в Приднестровье наши российские миротворцы. Впервые 25 ноября 1973 года 36 советских офицеров по решению Организации Беденных Наций поехали в Египет, чтобы помогать развести в арабо-ирзайском конфликте враждующие воюющие стороны. Это были первые миротворцы из России, тогда и Советского Союза. И сегодня, в этот юбилейный день, я призываю и Министерство обороны, и Министерство культуры, все заинтересованные структуры поддержать нашу инициативу, инициативу партии «Справедливая Россия» о установлении в Москве памятника российскому миротворцу. Они иногда рискуют жизнью, к сожалению, иногда и погибают. И вот уже несколько десятилетий они несут свою службу. Я думаю, что будет и справедливо, и достойно, если в Москве появится памятник российскому миротворцу. Спасибо.